Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». У вас, друзья, возник вопрос, нужно ли принимать водное крещение или нет. Однозначно скажу да, и чем быстрее, тем лучше. Я встречал много различных ситуаций с водным крещением, но я думаю, что это происходит из-за непонимания важности крещения. И мы сейчас немного поговорим на эту тему. Почему немного? Так как есть целое учение на эту тему, и вам необходимо его пройти в вашей церкви, чтобы вонять во всей полноте. Но мы сейчас затронем некоторые вопросы этой темы в Новом Завете, то есть в наше время. Водное крещение апостола Павла. Нужно ли принимать крещение? Спросите у Иоанна Крестителя. Спросите у Иисуса Христа. Спросите у апостола Павла. Спросите у апостола Филиппа. Как спросить? Прочитайте об этом в Библии. Лично мне хватило того, что Иисус Христос принял водное крещение. Лично для меня это достаточно. И было стимулом принятия водного крещения. Служение Павла началось с водного крещения, описанного в книге Деяния, 9 глава, стих 18. Начнем с 17 по 19 стих. Анания пошел и вошел в дом и возложил на него руки и сказал, Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И в тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился, и приняв пищи, укрепился. И был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске. Это книга Деяния, 9 глава, стихи 17-19. Апостол Павел сразу, практически в день своего прозрения, сразу пошел к ученикам Иисуса Христа и принял водное крещение. Водное крещение Иисуса Христа. Но мы с вами поговорим на крещение Иисуса Христа, описанном в Евангелии от Матфея, 3 глава, 11 стиха. Вообще, это вся глава говорит об Иисусе Христе и о Его Крестителе, именно все аспекты именно там. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущи за Мною сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Лопата в Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а соломы сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И сей глаз с небес благолюще, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи с 11 по 17. «И у Иоанна Крестителя люди выходили к Нему, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». И интересно, дальше стихи 7 и 9. «И увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, и сказал им, порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. «И не думайте говорить себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Это Матфея, 3 глава, стих 7-9. «В водное крещение человек проходит, исповедуя свои грехи, чтобы избежать будущего гнева. И крещение – это плод покаяния перед Богом, то есть видимое покаяние, и это должен сделать каждый, кто идет к Богу». Очищение от грехов. Слово «крещение» означает омытие, очищение. Есть одно крещение в Иисуса Христа – крещение водное и Духом Святым. В водное крещение человек проходит, когда впервые приходит к Богу. К Богу ничто нечистое не приблизится, друзья мои, оно просто не может. Человек как бы приходит к Богу и говорит «Прости мне мои грехи, я верю в то, что Иисус Христос сделал для меня на земле. Он взял мои немощи, болезни, проклятия, нищету, наказание, и умер в бест на меня на кресте, и воскрес, и сейчас рядом с Богом на небесах». Человек один раз приходит, и ему обмываются, очищаются все предыдущие грехи, и становится, как чистый лист, и готов принять крещение, то есть исполнение Духом Святым. В момент водного крещения человек показывает всему миру, физическому и духовному, что теперь я принадлежу Господу и телом, и душой. И теперь сатана не властен над этим человеком. Теперь Господин, жизнь у него – это Бог. Крещение в Новом Завете. В наше время крещение одно, и оно состоит из водного крещения и крещения Духом Святым. И это как две стороны одной монеты. Водное человек принимает один раз, чтобы очиститься, и после этого принимает Духа Святого, чтобы проходить с Богом дальнейшую жизнь, где Иисус Христос будет крестить Духом Святым и Огнем. Крестить Духом Святым и Огнем – значит, человек будет жить по водительству Духа Святого и будет делать то, что Он говорит. А это менять свой характер, поступки, жизнь. Но здесь человек уже не будет сам с этим справляться, а уже будет получать силу и помощь Духа Божьего. Чтобы иметь с Богом хорошее взаимоотношение, недостаточно водного крещения. Это крещение – только, можно сказать, начало жизни с Богом. Нужно только ноги умыть. И еще важный случай, описанный в Евангелии от Иоанна 13 глава, стихи 6 по 10. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «Омытому нужно только ноги омыть, потому что весь чист. И вы чисты, но не все». Это Евангелие от Иоанна 13 глава, стихи 6 по 10. Здесь Иисус Христос омывал ноги ученикам. Важно то, что мы должны быть омыты Иисусом Христом. Мы должны принять крещение водное и Духом Святым. Почему? Как сказал Иисус Христос в 8 стихе, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Да, друзья, без крещения, которое преподал нам Иисус Христос, мы не имеем счастья с Ним. Сам Господь лично хочет, чтобы мы приняли крещение и водное и Духом. Господь хочет, чтобы мы имели часть с Ним. Аминь. Кто проводит крещение? Еще немного поговорю о том, кто проводит крещение. И это действие у нас сейчас проводят Его ученики. Это служители в церкви. Этот пример показал наш Господь. В миру, когда человек достигает какого-либо положения, Он возвышается, и к Нему люди сами идут и просят, надеясь на Его милость. В церкви Божьей это делают вместо Иисуса Христа Его служители. И делают так, как это делал Он. Они служат и омывают приходящих, потому что так заповедовал нам Господь Иисус Христос. На вопрос, водное крещение нужно принимать или нет, я отвечу утвердительное «да», и чем быстрее, тем лучше. Если вы еще не приняли крещение, не откладывайте. Подойдите к служителям и назначите дату вашего крещения. Отдайте свою жизнь Богу. Лично я принял водное крещение около 24 лет назад, но до сих пор помню, как это было, в какой день и где. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.